Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. Жители Новоспасского и Радищевского районов снабдят водой по новым технологиям. Почему в Ульяновской области объединяют детсады, школы и больницы? Зона чистоты. Как в Ульяновской области перерабатывают мусор и заботятся о природе? Минфин предлагает ульяновцам отказаться от почты. В Ульяновской области продолжаются работы по ликвидации очага африканской чумы свиней. Напомним, было выявлено два очага – в Кузоватовском и Барышевском районах. В муниципалитетах проходит осмотр подворий. Объявлен карантин. На въезде в рабочий поселок Кузоватого оживленно. Установлены знаки ограничения скорости, пункт дезинфекции дежурят сотрудники агентства ветеринарии и ГИБДД. Задача контрольно-пропускного пункта – ограничить ввоз и вывоз свинины. Всему виной разбушевавшийся вирус африканской чумы свиней. «В однодатном посту мы останавливаем микромашины, это микробудки с холодильники, досматриваем. Нарушений пока не было выявлено». Африканская чума – вирус не опасный для человека, но губительный для животных. Вакцины от недуга нет. Единственный способ профилактики – полное уничтожение поголовья. Только в Кузоватого после подворового осмотра изъято 221 голова свиней для уничтожения. Эпизодический очаг ликвидирован. «Карантинные мероприятия по профилактике данного заболевания продолжаются, потому что карантин наложен на первую и вторую угрожаемую зону. И сегодня специализированная комиссия, которая создана распоряжением главы администрации, она проходит подворный обход, составляется реестр свинопоголовья. Люди знакомятся в писемном виде и о результатах работы». Обход подворий проходит не только в Кузоватого, но и в соседнем Барышевском районе. Всю финансовую сторону по компенсации понесенного ущерба взяло на себя областное правительство. Специалисты регионального Минсельхоза совместно с торгово-промышленной палатой и органами статистики проводят расчеты компенсации. Она будет выплачена после окончания карантина. «Более подробно ситуацию с заболевшими животными обсуждали на аппаратном совещании под председательством Александра Смекалина. Кроме этого, обсудили сложившуюся обстановку на дорогах, а также подготовку учебных учреждений к 1 сентября. Подробнее у Данила Ноздрякова». Аппаратное совещание председатель правительства Александра Смекалина начал с состояния на дорогах области. В последнее время безопасность автодорожного движения стала уделяться повышенной внимания. Не обошлись и минувшие выходные без ДТП. «В Кышкаемском районе двое несовершеннолетних на мотоцикле совершили лобовое столкновение с ФАЗ-2199. Слава Богу, все обошлось, но, как показывает тенденция, безопасность дороги на дорогах у нас еще все очень и очень не в порядке». Председатель правительства поручил держать эту проблему на контроле. В следующем на повестке дня стал вопрос о ситуации в Кузоватовском районе, где произошла вспышка африканской чумы свиней. В настоящее время проводятся карантинные мероприятия. В результате подворового обхода изъята 221 голова свиней для уничтожения. Всю финансовую сторону по компенсации понесенного ущерба взяло на себя областное правительство. «В угрожаемой зоне, про которую мы проговаривали, это села около Кузоватого, где находится 330 голов свинопоголовья, находится под контролем ветеринарной службы, проводится ежедневный осмотр клинический. Сегодня на данный момент признаков выявления заболевания не выявлено». Приняты меры по ликвидации угрозы в охотничьих хозяйствах. Отсюда, как считается, пришла зараза. Следующий вопрос касался содержания придомовых территорий. Министр энергетики ЖКК и городской среды Александр Черепан докладывал о проведении проверок ее состояния. Работа проводится по поручению губернатора Сергея Морозова. За эту неделю прошло свыше 3000 обследований. В 1000 случаев выявлено нарушение. «Две трети замечаний устраняются тут же в течение суток. Письменных выдается из общего объема где-то процентов 30-35 от количества выявленных нарушений. И половина из них, даже чуть больше, процентов 60, устраняется в недельный срок, период которого дается само предписание». Представитель правительства напомнит, что должны существовать четкие правила приведения дворов в порядок. Министр ответил, что сейчас стандарт благоустройства проходит в согласовании с прокуратурой. Продолжается подготовка к топительному сезону. Во многих районах она ведется с опережением. Лидирует в рейтинге Старомайнский, Новомолоклинский, Сурский, Радечевский, Цельнинский районы. «По муниципальным образованиям сегодня все идут с опережением графика хотя бы на 0,3 процента». Готовятся в области к еще одному важному ежегодному событию – начало учебного года. Продолжается проведение благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В помощи нуждаются 20 тысяч детей. Почти 14 тысяч уже получили необходимые вещи. «Необходимо активизировать работу по обеспечению спортивной одежды, а также верхней одежды детей и ускорить выдачу дисконтных карт первоклассников». Председатель правительств напомнил, что времени осталось чуть более месяца и потребовал усилить работу муниципальных образований по данному направлению. Минфин предложил с 2021 года направлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов только в электронной форме через личный кабинет, а почтовую рассылку использовать в исключительных случаях. Для реализации изменений потребуется выделение ФНС дополнительных средств в размере 2 млрд. рублей. Сохранить порядок отправки уведомлений почты предлагается инвалидам 1-й и 2-й – инвалидам с детства, пенсионерам и лицам, чье место жительства отдалено от сетей связи. По данным Минфина, таких налогоплательщиков насчитывают 13 млн. человек. На водопроводных сетях Ульяновской области по поручению губернатора Сергея Морозова началась активная стадия ремонтной кампании. В частности, госпредприятие «Ульяновский областной водоканал» проводит замену участка водопровода в районе села Репьевка Новоспасского района. Наша съемочная группа побывала на месте работ. Магистральный водопровод в Радичевском и Новоспасском районе был пущен в эксплуатацию в 1975 году. С тех пор ремонтные работы не проводились. К этому году износ сетей достиг 80%. Водовод обеспечивает чистой питьевой водой 16 населенных пунктов Новоспасского и Радичевского районов. В этом году начались масштабные работы по устранению порывов и замене участков водовода первой и второй очереди. У нас страдают два поселения, то есть самые конечные, потому что протяженность вот этой первой очереди 119 километров. И страдают Ореховское и Калининское поселения. Дальние села – это Калиновка, Кобра, Ореховка, Морка-Рагужи. Там у нас предусмотрено пять участков замены. В целом заменят 12 километров сетей. На данный момент работы проходят на участке Репьевка-Васильевка. Трубы сделаны из прочных материалов – чугуна и полиэтилена. По новым технологиям. По словам сотрудников водоканала, эти материалы считаются наиболее технологическими и экономически эффективными для подобных видов нагрузки. По всем параметрам он очень качественный. Чугун не то, что предыдущих лет он хрупкий или что, это гибкий чугун, все по современной технологии. Немножко трудоемко, немножко потяжелее, чем с полиэтиленом, но и здесь качественнее и на долгие годы. Ремонтные работы входят в ведомственную программу повышения качества водоснабжения, разработанную по поручению губернатора Сергея Морозова. В целом на водоотведение в бюджете 2019 года заложено около 170 миллионов рублей. Кроме этого, депутаты законодательного собрания выступили с инициативой направить дополнительно 27 миллионов рублей на обеспечение деятельности Ульяновского водоканала. Изменения в финансовый документ рассмотрят 25 июля в областном парламенте. Отрадно, что губернатор Ульяновской области поддержал эту инициативу. Данные средства позволят отремонтировать почти 12 километров водопроводных сетей. И мы рассчитываем, что жители Радического района уже в этом году смогут почувствовать улучшение по снабжению качественной питьевой водой. В целом, реализация проекта позволит повысить качество водоснабжения для более 400 тысяч жителей региона. Димитровградский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья решено присоединить к Центру соцобслуживания «Доверие». А Ульяновский детский стационар к Центру под Солнух. На заседании комиссии по вопросам модернизации деятельности организации решали насущные вопросы. Учреждения Целенинского района также ожидают перемены. Зачем менять текущее положение дел, узнавала Виктория Черкова. Как сделать социальное учреждение удобнее для людей? Возможные варианты обсуждали на заседании правительственной комиссии по модернизации. На повестке дня стояло несколько объектов – детские сады Целенинского района, городской детский стационар и реабилитационные центры. Начали с проблем муниципалитета. В селе Средний Алгаши планируется приостановить деятельность садика, в которой ходит всего один воспитанник. По решению родителей, малыша будут возить дошкольную группу соседнего села. А в селе Старый Алгаши из-за малого количества детей детский сад и школу решили объединить. Работники двух организаций без работы не останутся. В результате реорганизации у нас высвобождается ставка заведующей и ставка завхоза. Заведующая будет трудоустроена в школу социальным педагогам. На сегодняшний день эта ставка в школе вакантна по окончании учебного года. А завход детского сада у нас устраивается в школу завхозом. Представители Миноброва езжали в район с рабочим визитом. Они оценили обстановку и привезли новые правила в образовательной организации. Принципиально важная рекомендация, прежде всего, первая, перейти всем образовательным организациям на пятидневную систему. Кстати, об этом нам говорил губернатор еще на прошлом форуме. И основная задача – вы свободите вот этот шестой день для дополнительных занятий детей. От областных вопросов перешли к городским. Здание стационара детской городской клинической больницы планируется прикрепить к реабилитационному центру подсолнух. Дело в том, что центр очень востребован у горожан. От этого постоянная очередь и нехватка мест. При объединении двух здравниц пополнится из штат медработников, да и метров станет гораздо больше. Это расширение идет просто того спектра медицинских и социальных услуг, которые оказываются уже на сегодняшний день. Это и есть уникальные методики, по которым они действительно работают с этими маленькими и уже взросленькими детьми. По которым они работают с семьями. И в данном случае это, конечно, ответ определенной совершенно категории населения, которая давно ждет, что мы это сделаем. Также рассмотрели вариант присоединения Димитровградского здравительного центра к организации под названием «Доверие». Первым делом спросят мнение родителей и пациентов. К реорганизации приступят только после проведения мониторингов и опросов. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды.ТВ. Чемпионка России Светлана Сулуянова стала послом Тафиса. Это уже 21-й по счету посол первого всемирного фестиваля боевых искусств. Соответствующий документ именитая спортсменка подписала вместе с председателем правительства региона Александром Смекариным. В это же время прошла встреча со звездой. Многие ульяновцы пришли пообщаться с мастером спорта России, международного класса по боксу, двукратной чемпионкой России и чемпионкой Европы. Светлана же охотно отвечала на все вопросы гостей. В селе Верхняя Маза Радичевского района прошел межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль «Тебе, певцу, тебе, герою». Он был посвящен 235-летию со дня рождения героя Отечественной войны поэта Дениса Васильевича Давыдова. Подробности в нашем сюжете. Село Верхняя Маза Радичевского района известно как одно из примечательных мест на историко-литературной карте России. Здесь герой войны 1812 года, талантливый военный писатель, поэт, основоположник гусарской лирики Денис Васильевич Давыдов провел последние годы своей жизни. В этом степном селении он написал лучшие военно-исторические статьи и мемуары. Более двух десятков лирических и сатирических стихотворений. Праздник на самом деле проходит не первый год, в 16-й раз. Он проходил в разных местах Радичевского района. Но, наверное, правильно этот праздник отмечать именно здесь, в селе, где, как уже было сказано, и все присутствующие знают, Денис Давыдов прожил последние 10 лет. 16-й фестиваль начался с церемонии возложения цветов к памятнику Дениса Васильевича Давыдова. Бюст героя и поэта 60 лет назад был выполнен по проекту известного ульяновского скульптора Рафика Айропетяна и атлит на заводе имени Володарского. Праздник продолжился конно-пешим шествием всех участников фестиваля к месту первоначального упокоения Давыдова. Земной путь прославленного поэта и писателя Пушкинской плеяды закончился весной 1839 года в Верхнемазинском имении. Денис Васильевич скоропостижно скончался на 54-м году жизни. Шесть недель покоилось тело Давыдова в склепе церкви. Но Софье Николаевне, жене Давыдова, удалось добиться разрешения императора на перезахоронение останков мужа на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. Помилуй нас, Боже, повели в своей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В этом году почетным гостем фестиваля стал потомок Дениса Давыдова, тоже Денис Давыдов-Громадин, который проживает в Москве. Он поблагодарил организаторов и сельчан за то, что помнят его знаменитого предка и организуют такие фестивали. Впервые в фестивале принял участие Московский театр исторической реконструкции, который представил для зрителей музыкально-драматический спектакль по мотивам пьесы Владимира Соловьева «Денис Давыдов». Не надо слон на поле браи, лишь соблёстый медалерный конь, и лишь бы пушки крокотали, и командир насвёл кровавый бой. Поднимем же, друзья, вокалы за успех, и выпьем за удачу, удачу любят тех, кто нанесёт врагу стремительный удар. И кто зовётся гордым именем Бусар? Военно-исторические клубы Самары и Нижнего Новгорода провели живые уроки истории на бивуках русской и французской армии 1812 года. Все желающие смогли ознакомиться с элементами обмундирования различных видов войск, личным вооружением и бытом армии эпохи войны 1812 года. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ Завтра в регионе ожидается тёплая облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до 4 метров в секунду. Температура днём составит 24 градуса тепла. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин